Дорогие друзья, добрый день! Сегодня хочу вам немножко показать своих фиалок трейлера. Начну, пожалуй, с сорта LE «Хрустальный водопад Голд». Вот этому кустику полтора года. Это уже сформированный кустик. Формировала я его постепенно, поэтапно. Выводила каждый оставленный рабочий пасынок. То есть вот я оставляла один пасынок основной. И вот я оставляла второй пасынок. И вот здесь вот еще у меня в серединке будет один пасынок. Как вы видите, вот эти два зацвели первые. Но это ничего страшного, пусть они цветут. Они сейчас будут расти, так как это ампельный трейлер. И постепенно наклоняться вот в сторону. Вот будут каскадом таким вот не спадать вниз. А вот этот центральный будет еще расти. И потом вся эта красота где-то к лету, весной зацветет абсолютно полностью. И вот здесь зацветет все. И здесь будет продолжать все цвести. Вот, значит, про формирование трейлера. Вот про тот способ, о котором я вам рассказывала. Удаляем ненужные пасынки. Оставляем только нужные, рабочие. Если мешают какие-то листики, снимаем листики. Значит, если вы выбираете именно такой способ формирования, не нужно удалять все лишнее и ненужное сразу. Делайте это постепенно. Вот видите, что действительно мешает лист. Уберите его. Если вы видите, что лист вроде бы как бы и мешает, и еще не критично это, оставьте его. Заправьте его куда-нибудь там вниз, вбок. Но не удаляйте сразу. Не нужно этого делать. Точно так же с пасынками. Вот бывают у трейлеров пасынков много и некоторые без точек роста. Вот эти без точек роста удаляйте сразу. Они никогда не будут рабочими уже пасынками. А остальные все тоже. Там, я не знаю, если сильно много, проредите. Но, в общем-то, одним словом не спешите. 23 речка Северка. Значит, мне удалось вырастить огромный, красивый, пушистый кустик, который даже уже заложил бутоны. Но вот эта пушистость мне не понравилась. И я полезла удалять все ненужные пасынки и все ненужные листья. В общем-то, я так увлеклась, что от пушистого куста у меня осталось вот такое лысое чудо. Да, трейлеры, они теми хороши, что такие вот кардинальные стрижки, они переносят неплохо. Они потом отрастут. Но зачем это делать сразу, да, если все это можно делать постепенно? Поэтапно. И растение не будет стрессовать после таких стрижек. И вид будет, то есть вы сможете и формировать потихонечку, да, и это будет выглядеть красиво, эстетично. Вот так вот. Так что не спешите, не спешите, делайте все постепенно. Еще один сорт, который я хочу вам сегодня показать, это белый жемчуг. Селекционер Щербаков. К своему стыду я все время забываю инициалы этого селекционера, но точно знаю, что это мужчина. Итак, белый жемчуг. Это ампельный трейлер, стандарт с кроновой пестролистностью. Цветы чисто белые, махровые, действительно жемчужинки. Хочу сказать, что несмотря на то, что цветы белые, но они не портятся очень быстро. Вот фиалочка цветет месяц, и серединка не испортилась у цветочков. В общем-то, все нормально. На каждом цветоносе от 4 до 6 цветов, цветочков, вот они абсолютно все открываются, можно сказать, одновременно. И за счет этого цветение получается обильное. Значит, выращивать этот сорт и тем более формировать несколько проблематично. Все потому, что с этим сортом не получится формировать при помощи освещения. Вот как я вам показывала, поставить где-то сбоку стеллажа, наклонить там в ту сторону, повернуть потом в эту. В общем-то, тут не получится. Этот сорт нужно выращивать под хорошими лампами, иначе будут подниматься листики вверх, и это будет выглядеть как пальма, которая не будет не посынковаться, не будет цвести. Скукоженное такое все будет. Кстати, именно вот белый жемчуг, я записывала видео, в котором рассказывала, почему фиалки растут и поднимают ручки вверх. Вот как раз я показывала на примере белого жемчуга. Вот кому. Так что можете найти это видео и посмотреть его. Значит, как же выращивать этот сорт, и тем более, как его формировать. Значит, выращиваем под хорошим освещением, даем расти, как он сам хочет, и как он сам желает. Затем, ну, обычно это вот, как я уже заметила у трейлера, случается, вот довели до старта, дали процвести, и вот из двух розеточек, значит, вот эта розетка, тут нет еще ни одного пасынка, то есть вот можно выращивать просто, как обычную фиалку, а дальше наблюдать. У вот этого же старта здесь появился, вот он пасынок, да, но все так же, учитываем то, что этот сорт предпочитает хорошее освещение, значит, чтобы вывести вот этот вот пасынок, здесь, скорее всего, нужно поступить другим способом, с помощью пересадки. То есть, вот сейчас вот даже буквально, может быть, еще через недельку, через две, выберу свободное время, и я займусь пересадкой. Когда я буду пересаживать вот этот хустик, он у меня сейчас растет вот в обычном, да, горшочке, кофейная чашка, семерка, а пересажу я этот кустик вот в такую плошку, вот. И когда я буду его пересаживать, я его буду укладывать в эту плошку немножко боком. То есть, вот с этой стороны листики чуть-чуть уберутся, чтобы у меня там оголился стволик, и, ну, чтобы уложить, да. И вот здесь вот один листик я точно уберу с этой стороны. И таким образом, вот именно вот боком, я буду постепенно выводить вот этот рабочий тоже пасынок. Вот. Другого варианта формирования я пока здесь вот в этом случае не вижу. По такому же принципу, я думаю, что растет и вот новинка моя. СВ город Белгород. Вот здесь вот формировать нужно тоже его под хорошими лампами. Вообще планирую вот в ближайшее время записать видео, показать вам те сорта, с которыми пока у меня ничего не получается. расскажу вам об ошибках в выращивании именно вот трейлеров. Я думаю, это тоже будет вам интересно, потому что у меня тоже не все гладко, да. Есть такие сорта, с которыми раз, и все получается с первого раза. Есть такие сорта, где не получается с первого раза, получается со второго. А есть такие, с которыми не получается ни со второго, ни с третьего, там только переращивать. переращивать, анализировать, где была допущена ошибка. В общем-то, есть в планах записать именно такое видео. На этом я с вами сегодня буду прощаться. Хочу, как всегда, пожелать вам мира, добра и благополучия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok